опыт использования устройств glo и glo hyper то есть вот она была топовая версия glo и последняя версия glo hyper производитель табачной продукции пытается значит нас всех заманить и перевести да на свои новые устройства что понятно то есть допустим если glo pro продают как бы за 2000 там рублей но везде всегда он там по скидкам да то есть даже без промокодов по обычным акциям на том же озоне он всегда там 1450 то когда glo hyper появился в наличии он новинкой числится все дела и он стоит 990 по моему рублей что гораздо дешевле предыдущей версии да вот сразу возникает вопрос но понятно что берешь его в себе для ознакомления потому что интересно принципе эта версия нравится поэтому и следующий берешь попробовать потому что может быть чуть-чуть хотелось бы покрепче стиков и возможно не тонкие до стики использовать как в этой версии а стандартного размера как бы толстые как толстые сигареты вот носа ты заказываешь ждешь так далее сигареты стоит столько же единственная проблема значит со стиками не не сигарета стики проблема в том что устройство новое в магазинах стики эти по крайней мере провинциальных городах их просто нет во первых об этих никто не знает все знают hits все знают айкиос когда ты приходишь купить стики нео никто ничего вообще не слышал про вот эти толстые для hyper я вообще ничего не говорю их не будет еще несколько месяцев до до полугода мне кажется но не суть по использованию значит по поводу стиков здесь в первой версии ну первой версии смысле что мне есть глупро стандартные значит стики семерка то есть есть такой за размер сигарет семерка во первых они как тонкие сигареты во вторых это семерочка у нас то есть визуально это выглядит как сигарет тонкая все в порядке понятно что вот эта часть это просто трубка то есть там нет вот этого ну и не табак вот этой бумаги целлюлоза этой пропитанный там вейперскими жижками то когда смотришь на пачку вот эту в интернет-магазине думаешь ну наконец-то все большие сигареты подвезли ту же самую семерку только толстую думаешь ну норм сейчас куплю будет все все отлично как как старые добрые времена покупаешь по толщине она действительно вы такая как обычная сигарета но она меньше понятно что по заявленному значит содержанию и содержание количество табака в ней больше за счет того что она толще до сигарета это нова стик но не все так явно и очевидно значит по поводу опять технических характеристиках в хайпере у нас идет шахта которая гораздо толще соответственно засти к предыдущей версии вот снизу крышки примерно идентичный он все равно чуть больше хайпер тоже это прозрачные эти все штуки не прозрачная сквозные эти шахты система та же самая батарейка это та же чуть-чуть разный дизайн ну не критично на самом деле то есть ладно он конечно больше потяжелее там и так далее немного там спецификации сзади до помененные но это не является проблемой проблема является следующее то есть я покурил допустим вот этот там пару месяцев вот это тоже пару пару недель могу сказать одно то есть новая версия как бы круче все безусловно но я курю гораздо меньше чем глупро потому что он значит нагревает стик в обоих режимах то есть и в быстром быстрой сессии медленно и в обычной стандартной сессии сильнее то есть если здесь первая тяжка у нас она довольно горячая да насколько вы можете знать если пробовали то есть ну вот камера нагревается первая тяжка довольно горячая но не настолько как здесь вот здесь очень горячая первая тяжка вторая тяжка горячая третья тяжка она такая же как первое здесь это напрягает слизистая обжигается не у всех но это напрягает ты особенно как в жару куришь прямо супер горячий пар употреблять очень неприятно естественно если на горло попадает то это прям бесит естественно ты подставляешь язык до под первую тяжку и пар настолько горячий что он обжигает язык это раз во вторых заявленные сессии значит и у одной и штуки по минутам одинаковые не засекал на таймере но кажется что glow hyper он быстрее совершенно быстрее спаривает вот этот стик из сессии него гораздо то есть быстрее на проходит в обоих версиях и после последней отсечки если у нас здесь есть там 30 секунд то здесь тоже заявлено 30 но тут так вообще что 15 в два раза меньше не успеваешь там сделать даже грубо говоря две нормальные тяжки раз это прям вот минус покупки hyper версии то есть не спешите вот серьезно я бы советовал сейчас не покупать эту версию даже не из-за того что наличие стиков в магазинах там да ну как бы они отсутствуют их можно в интернете купить или там вейп-шопах не не суть именно 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 сама модель то есть hyper она непонятная совершенно неудачная какая-то куда они все спешат табачники вот это не не до конца готовая это сырая модель значит испарить помимо всего то есть у нас может быть это происходит из-за того что значит стик меньше и у него шахта она меньше вот эта часть что остается здесь она тоже забита железкой то есть мы когда чистим значит щеткой шахту мы видим насколько она меньше то есть вообще микро шахта из-за этого очень горячий пар я считаю то есть это прям ну какая какой-то косяк в комплектации я не стал показывать везде одно и то же адаптер питания кабель type-c не вопрос естественно для hyper меньше сама щеткой шире но мягче вот эти сама щетка она мягче да и все вот вот и все отличие просто может кому-то поможет видео тоже повелся надо что типа как бы дешево и модель следующая и но на самом деле единство что меня волновало это тот толстая сигарета думаю вот хорошо бы чтобы была обычная сигарета но в итоге она необычная наименьшее и и короче неудобней ароматизаторы которые здесь они идентичны предыдущие да то есть glo pro версии но как-то короче курица они по-разному серьезно вот как будто разные устройства причем вот это я бы не вот они hyper назвали но даже не знаю я бы назвал такую версию не знаю glo pro 05 то есть это вообще какой-то непонятный высер совершенно недопиленная версия то есть я бы не советовал вам покупать именно hyper версию берите прошку проблем вообще никаких не будет батарейку кстати хоть у них одинаковая емкость из-за того что ему наверно приходится сильнее нагревать всю эту систему батарейка он держит меньше процентов на 20 вот это на день хватает то есть там допустим у них заявлено емкость там на пачку на полторы все ерунда понятно как мы курим не всегда пачку в день ну вот допустим среднестатистический курильщик день я даже значит допустим если в ночь и и ставлю на зарядку у меня еще одно деление остается то есть идеально вот это если день таскаешь вот уже одна очень быстро разряжается непонятно из-за чего общение если бы они как-то допиливали прошивки вот это был бы другой разговор через кабель там на сайте но мне кажется вряд ли за этим будут следить слишком дешевое устройство 1000 рублей полторы тысячи рублей причем вот эта версия новее представляете это какой-то коллапс вдруг кому роль будет полезен смотрите делайте свои выводы это только мое мнение я ни к чему не принуждаю в этот раз глу обосрались